Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочерова. Размер прожиточного минимума в Челябинской области увеличен почти на 2,5%. Так, для трудоспособного населения он составляет 10 184 рубля. Для пенсионеров почти 8 тысяч, для детей почти 10. Отметим, в прожиточный минимум входит стоимость минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для человека. Сюда включены также обязательные платежи и сборы. 25 миллионов рублей задолжали жители поселка железнодорожников за коммунальные услуги. А управляющая компания именно сейчас остро нуждается в средствах, идет подготовка к отопительному сезону. Поэтому тем, кто уже годами не оплачивает квитанции, решено прекратить предоставлять часть коммунальных услуг. Действовали через крышу. Именно так устанавливается заглушка на стояк водоотведения. Специалисты говорят, фронт работы у фирмы, которая запечатывает канализацию, просто огромный. Должники есть в каждом доме Магнитогорска. Магнитогорский металлургический комбинат выдаст семьям первоклассников по 2,5 тысячи рублей на подготовку к школе. За этими средствами может обратиться в благотворительный фонд «Металлург» один из родителей или опекун первоклассника. Главное, чтобы они были работниками ММК в случае, если в семье двое и более первоклассников. Материальная помощь выплачивается на каждого ребенка, но не позднее сентября 2016 года. Какой из символов городов страны будет изображен на новых купюрах Центробанка? На сайте твоя Россия.рф продолжается голосование. Необходимо, чтобы пятитысячный рубеж преодолели два символа в Магнитогорске. Это монумент тыл фронту и памятник Металлургу на привокзальной площади. Монумент тыл фронта уже набрал необходимое количество голосов, а вот Металлург явно отстает. Между тем, это памятник областного значения с богатой историей. Высота скульптуры 5 метров. Сделан он из кованой меди и общая высота 10,5 метров. Создан был этот памятник скульптором Зеленским. Его делали специально для международной выставки в Брюсселе, которая проходила в 1958 году. До 1967-го памятник находился на складе в Москве. Затем его передали Металлургическому комбинату. И только в 1970-м он был установлен на привокзальной площади. Голосование на сайте твоироссия.рф продлится до 28 июля. Далее о том, какая погода будет сегодня, я же с вами прощаюсь и желаю, чтобы этот день запомнился добрыми вестями. Субтитры предоставил DimaTorzok Диана Торзок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин